Запускаем табло Desktop и видим стартовую страницу, разделенную на несколько частей. В левой части под названием Connect содержится перечень возможных вариантов открытия файлов для работы. В первом блоке вы можете выбрать файлы на вашем компьютере, такие как файлы Excel, текстовые файлы и прочее. Табло может подключаться к огромному количеству серверов. Это и собственный сервер табло, который мы рассмотрим в последнем разделе курса, и Microsoft SQL Server, и много-много других. В рамках курса мы будем работать с файлами Excel, сохраненными на локальном компьютере. В центральной части экрана вам доступны примеры рабочих книг, а в правой части некоторые обучающие материалы, блок и форум Табло. Откроем файл Excel с расширением XLSX. Теперь я хочу познакомить вас с интерфейсом Табло. В левом нижнем углу расположены две вкладки Data Source и Shit 1. Первая вкладка позволяет произвести предварительные действия с рабочим файлом. Вторая – ваша рабочая область. Обратите внимание, что при переходе на Shit 1 становятся доступными больше вкладок непосредственно для анализа данных. Разберем их подробнее. В верхней части окна видим классическое меню с такими вкладками, как File, Data, Worksheet, Dashboard, Story, Analysis, Map, Format, Server, Window и Help. На вкладке File находятся основные опции работы с файлом, новый, открыть, сохранить, распечатать и прочее. На вкладке Data вы можете добавить новый источник данных или произвести действия с текущим. По аналогии, на вкладке Worksheet перечислены все действия с открытым рабочим листом. Все действия на вкладках Dashboard и Story, кроме New, в данный момент недоступны, так как они пока еще не созданы. Добавление новых рабочих листов, дашбордов и истории также доступно на нижней панели. В вкладке, которую мы будем пользоваться наиболее часто, Analysis, здесь представлены все действия для анализа данных. На вкладке Map вы можете форматировать карты. А на вкладке Format представлены опции форматирования для всей таблицы. Далее вы можете выгрузить таблицы на сервер Tableau, добавить или скрыть панели в рабочем окне, а также обратиться за помощью на официальный сайт Tableau. Под строкой меню расположена панель инструментов Toolbar, который отмечен галочкой на вкладке Menu в Windows. Слева расположена кнопка с иконкой Tableau. По ней вы попадете на стартовую страницу. Слева Sidebar и две вкладки Data, где перечислены измерения и меры, о которых я расскажу в следующем уроке, и Analytics, на который вы можете добавить дополнительные элементы аналитики. В центре расположена основная рабочая область для вашей таблицы, с которой мы начнем работу в следующем уроке. История 3D